А вот мы уже к следующему храму приехали. Нэнгхмау, то есть черный храм. Хмау значит черный по-кмерски. И вот мы видим вот такую вот черную обожженную башню. Напоминаю, что это все, по сведениям ученых, исследователей, это у нас все 10 век, первая половина 10 века. Историю я вам еще не рассказывал, но обязательно, обязательно будет история. Потому что даже официальная история, она очень интересна. Так, ну что, давайте попробуем посмотреть, что же здесь у нас сохранилось. Сохранилась опять вот эта вот замечательная стена. Место здесь выглядит очень гибло, посмотрите. Все выглядит очень заброшенно, гибло, жутко. Много комаров. Существует поверье, что это проклятое место. И поэтому люди здесь долгое время не селились. Ну как, до недавнего времени фактически люди здесь не селились. Сейчас есть там одно поселение, вот, может уже и не одно, не знаю. Потому что современные-то люди, они уже спокойнее смотрят на... Без мистики такой. На мистику. Хотя нет, Камбоджа, конечно, страна мистическая. Здесь ничего не происходит без подношения духом. Это как в Таиланде, то же самое, в Лаосе. Кстати, вот, заметьте, здесь стена сильно выше, чем там просад пранги была. Да, но все равно еще заселились. И место, да, место считается гиблом. Я еще хотел обратить внимание на эти деревья. У них очень плотная древесина, поэтому, когда выжигают траву, а трава здесь была выжжена, как вы видите, то деревья, они хоть и обугливаются, кора у них обугливается, но они продолжают расти и не умирают. То есть это просто сезонный эффект. Большую траву сейчас, сухую, после лета сожгли. И деревья вдобавок, поскольку зима, январь сейчас идет у нас, да, я уже в месяцах? Январь, январь. В показаниях, вот, есть январь, листва сброшено, и деревья такие уныло, коряво, страшно даже, смотрят на черной земле. А летом здесь зелень, все гармонично, все в порядке, как в хорошем, нормальном парке. Да, то есть это вот именно сейчас такая зимняя история. Это может быть с этим связано еще у людей, вот это ощущение, что там гиблая земля, там все такое, вот такое, раз такое, страшное, безжизненное практически чуть ли не пустыня. Ой, какая улитка красивая. Смотри, она живая? Нет, просто разумеется. Здесь можно все, кроме отражения уныния, живем по этой логике. Нет, ну улитки-то действительно вкусные. Слышишь, здесь ветра, у нас там внизу, в низине, мы выше поднялись, получается, что здесь такое... Да, мы выше поднялись, да. То есть это еще и по возвышенности местах? Ну вот, здесь была столица Крмерской империи, как написано на каменных стеллах в X веке. Вот, но я еще подробнее эту историю расскажу, потому что... Пьезисталы? Она длинная, да, вот тоже интересный орнамент, он не сохранился почти, но... Ну, вообще, мы не встречали, да, это вот опять что-то новенькое. А тут, Миша, архитектурно совершенно другое. Да. В античке-то раз больше похоже на эти, очень похоже. Ну вот. Мне говорят, вот ты спрашиваешь, как, я говорю, ну разумеется, да и мои зрители... Вот смотри, вот обычная башенка из лотерита, ничего особенного, вот ее основание, вот мы видим блок с Мэ. Мэ, это один блок. Вот это один блок, это один блок. Это монолит, сколько он может тонн весить? Посмотри, здесь был какой-то дефект, его идеально, идеально вставили туда, а потом на нем нанесли декор. А потом нанесли декор. И ты внешне вообще не увидишь. Ну это все было отшлифовано красиво, потом, наверное, штукатуркой покрыто. Сколько он может весить такой блок? Ну смотри, кубометр у нас вот около двух тонн. Здесь у нас вот 50 на 50, соответственно, надо 50 кубометра, это два метра. Ну вот это кубометр еще с небольшим, ну то есть 2-400 где-то, 2-300. Ну да. То есть 2 тонны минимум. Ну минимум, да. Это я всегда занижаю, мне говорят, ругают все время, занижаешь. Я говорю, я не хочу наврать, сказать вместо 7-15 тонн. То есть мне проще. Ну вот они все такие. Вот опять такой же, да. И вон там дальше такой же. Что произошло? Это сложно сказать. Это какой-то, знаешь, кучерный феномен. Здесь это часто встречается, на самом деле. Вот смотри, вот этот вот лотерит, он тоже такой черный. То есть это какая-то не сажа, а вот... Ну давай подойдем. Или это не обожжет. Да нет, это, конечно... Это происходит времени. Такая некоморфоза была. Видишь, если ты трешь, то ничего не остается у тебя на руках. Не остается сажа. Очевидно... Какая-то... Почему такого темно-синего блеска? Да, да. Он даже блестит. Истинно черный, да. Истинно черный, да. Вот. Ну это же никто покрасит прикольно. Не, не. Ну мы же уже встречали и в других храмах такое. Почему здесь его засыпано, его очищали? А почему следов... Давай внутрь зайдем, да увидим, может быть. Вот опять, Леш, к вопросу о блоках. Большой очень блок. Вот это все единый блок. И в нем пробиты вообще какие-то несуразные ступенечки. Но они вот эти вот малюсенькие. Да. У нас таких маленьких ступеней... И даже здесь, у нас. Даже здесь, в Камбодже, их поискать еще, этих маленьких ступеней. А он выдвинут. Ну, я предполагаю, все-таки остаюсь на сцене, что это все переделки больших каких-то... Ну, переделки, безусловно. Следы переделок мы видим везде. А когда ты делаешь, ну вот. Вот он, смотри. А он вообще несуразный. Он вообще несуразный, да. Просто все не то. Ну, то есть, супер качество всего. И вдруг ступени, пойми какие, их перебивали. Ты нарочно прошел через ступени. Я понимаю, что ты нарочно хочется шагнуть даже нормально. Потому что, ну, вот так же не будешь. Да. Смотри, смотри. Вот тут, видишь, немножко отличается рисунок. Этот рисунок, я тебе уверяю, один в один с античным. Вот это в чистом виде. Я все никак не мог найти античку. Вот я теперь нашел. Ну, там в Прасад Пранге, кстати, ты, наверное, не обратил внимания. В одной из библиотек такой же был. Вот такой же был. Во второй, да? Да, видел, да. Вот Йони, видишь, вот она. Йони стоит там, где она должна стоять. Так, на месте. И даже кусок лингама фрагменту целый. Лингамы, да, здесь пытались красть грабители. Вот он сейчас где-нибудь в коллекции, в какой-нибудь французской или американской стоит. То есть его удалось срубить, ввести. Он целый, потому что его из куска сделали. Да. То есть сохранился намек. А если бы он был установлен, его бы, разумеется, вынули. Оценить его качество мы можем по сохранившимся граням восьмиугольника, который Шиву. Ой, Шиву, господи, Вишну у нас. Вишну у нас обозначает. Вишну и все. Шиву, Шиву украли. Все еще однокоренные слова между кучами. Цилиндрическая часть, это вот был Шива. И тут везде какашки этих ужасных летучих мышей. Мышей, они там наверху живут. А у меня вопрос в другом. Тут же засып повсеместно. Как попадало это в руках, да? Ладно бы наружу. Зрители спрашивают, я говорю, ребят, вы так спрашиваете. Вот о чем и речь. Мы везде внутри храмов находим жуткие засыпы. У всех засыпанных. Их туда уже принесли и переделано, а потом засыпало. То есть опять засып, это что-то более позднее. Позднее. Мы в античности то же самое. Когда уже там византийцы, уже где-то раннее средневековье. И вероятнее всего засып одновременно произошел на огромной территории, что там, что здесь. Хотя камбоджийскую цивилизацию вообще именуют средневековую. Да, средневековую именуют. Ну подожди еще, пройдет 10-20 лет и там все, и в официальной версии все изменится. Я очень надеюсь. Мы для этого и едем и показываем, чтобы менять взгляды. Слушай, декорировано великолепно. Ведь напомним, что Генри Шлиман тоже был всего лишь авантюристом. Да, дело в том, что... Но трое-то он откопал. Но дело в том, что я же был в трое. Трое же талажек просто. У него там же схема простая была по поводу трое. То есть он вдруг говорит, нет, здесь мы будем копать с моей женой. Прогоняет всех рабочих. И к вечеру находит так называемый клад прямо, который сейчас у нас в русском музее хранится. В основном, потому что после Второй мировой его вывезли и он не вернулся. Собственно, что он не должен был. И вот он говорит, вдруг, о, мы нашли клад прямо. Он легализует, то есть он фактически этому золоту создает 50... Увеличивает его цену в 50 раз. И он его вывозит тайно. И он продает его в Европе немецкому правительству. И в 50 раз больше, чем стоит это золото. Выдавая заклад прямо. На самом деле Шлиман-то как раз в чистом виде мошенник. Мошенник, авантюрист. Ту трою, которую мы там видим, Леш, это наихудшее, что можно придумать. Но все равно он ее нашел, а ученые ее не нашли. Он привлек... Что бы то ни было. Но все равно, если бы не он, этого бы не было. Ты пойми, там каждые 15 километров огромные античные руины. Но никто на них внимания не обращал. Огромные, да. Вот он раскопал вот эти. И все. Потому что там не было... Там они с доихудшего вида. И там нет надписей. То есть подтвердительные проверки, что-то трое. И нигде нет этой надписи. Ну, это понятно, да. Рядом у нас великолепные города, про которые уже сейчас все они раскопаны. Вот он сакцентировал внимание, что ребята, надо искать. И что у нас мифология, она не абстрактная. Я тебе о чем и говорю. Если бы не Шлиман, то... Вот он привлек внимание. Да, да, да. Слушай, позади вот здесь колонна полностью, потрогай рукой, она полностью декорирована. Тебе не нужно там декорировать вообще. Ты там ничего не видишь. Ну, поэтому встает вопрос, когда эти колонны были изготовлены. За сколько лет до этого храма. Да, и так ли они были сакцентированы. А вот у нас сохранившийся барельеф, конечно, обычно шикарный, но плохо сохранившийся. Я к тому, что эти колонны могли вообще что-то где-то подпирать. О чем и речь, я и говорю. Это, может быть, колонна не отсюда. Да, вот. Потому что постоянно вот это вот с узором какая-то ерунда получается. Там, где он должен быть, его часто нет. Так, ну давай, ступенечки, прям не ступенечки, а песни. Ступеньки четко переделаны, вот прям игрушечные ступеньки. Ну, тут, кстати, такого мы тоже не встречали, что под статуями вырезаны, ой, под пьедесталами вырезаны. Не, не, встречали, встречали. Ну, я встречал, да, это нормально. Пока я не увидел подобного. Не так часто. Основной это все-таки из цельного тех же львов или на постаменте самостоятельно. Он уже маленьком, коротком или вообще из блока вырезает. Так, ну обойдем его уж тогда со всех сон. Ну, давай обойдем, конечно. Со всех сон. Тут вот, видишь, барельефы закончены. Все красота. Нет, барельеф прекрасный, к сожалению, отбитый кем-то. О, тут бананы кто-то поднес. Вот следы засыпа опять, недоубранные. Платформа слишком, опять, хорошая? Нет, платформа, конечно, хорошая. Самое главное, ну вот смотри, вот он, монолит идет. Вот он начинается. Не знаю, здесь ли он начинается, или он туда заходит. Идет-то дальше. Вот это все один блок. Это половина, ну не половина, почти половина храма. Половина и сто. И там симметрично. Да, да, да. Так, а следующих всего четыре блока. И всего, нет, раз, два, три, четыре, восемь блоков, да, получается. Восемь блоков в основании облицовки сейчас. Ну, тут все слишком мегалитично. Меня это и смущает. Слишком мегалитично. Очень мегалитично, да. И как-то вот... И слишком мегалитично другое. Вот к вопросу о глубине, ты знаешь, образцовость выполнена. Ай, муравьи по мне ползают и кусаются. Муравьи, комары. Зато здесь погода хорошая. Вот блок выдвинули, тут вообще все достали его. Что они там... Вот этот единственный из двух частей. А или он треснул нам просто. А нет, это треснулший блок. Наверное, он треснул, да. Треснувший блок и ступени, все остальные ступени. Ну, вот опять лотерит как хорошо обработан. Красиво. И красиво все как сделано. В том лотерите, везде, где мы видим, Леша, это было точно так же красиво и качественно. Просто по феноменальной причине здесь он сохранился. Ну, месторождение другое. А я думаю, что это просто более поздние варианты. В отличие от чего? Ну, нам говорят, что это более ранний, 10-й век. А я думаю, что это наоборот более поздние. Что они сохранились слишком, сохранны всего. То есть одно неизвестное. Нет, я с тобой тут не соглашусь. Я скорее скажу, что вот это значительно более позднее. Это вполне может быть 10-й век. Почему бы и нет. А если, слушай, ну если это было засыпано. Ну, я по эрозии. Засыпано это значительно позднее. Там уже были все переделки. Мы по статуям убедились. Все прошли переделки, заложили где не надо, затащили где не надо, расставили как не надо, а потом уже засыпало. А потом еще знаешь что? В Анкоре там же реально очень много воды вокруг. И там-то как раз затопления вполне были реально. Здесь, ну я не знаю, если здесь было затопление, то тогда затопило вообще всю планету. Вот, потому что здесь мы довольно высоко находимся. Откуда внутри возникается эта масса? А вот откуда внутри, да, взялась эта масса непонятная, этот вопрос. Для меня... Большой вопрос. Для меня датировки, которые определены по надписям, сделанным вторично, третично, не пойми когда, это не датировки вообще. Ну, место впечатляющее. Да. По-своему. Цвет. Тут надо, конечно, специалисты должны, но то есть это в камне разбирается. Да, слушай, я, скорее всего, это все уже исследовали. Вопрос в том, что они же так не актуализируют, где-то искать это надо. Искать, да. Ну, слушай, это несложно. В гугле, в принципе, можно найти. По металлу античному, по простое, пишут бронза и все. Состав никогда не найдешь. А, ну, такие мелочи ты, может, и не найдешь. Да это не мелочи. Я имею в виду, вот эту-то тему точно исследовали. Просто я читал, что это пишут, ну, либо сажа, либо какие-то виды грибов, лишайников. Ну, более подробную я не находил. Ну, это версии. Это потому что я не искал. Это версии. Я тебе уверяю, ты начнешь искать, и ты поймешь, что кроме версии никто ничего не знает. А, тут вообще кругом одни только версии. Давай начнем с этого. Да. Тут, как бы, ничего нельзя сказать наверняка. Мертвая земля. Мертвая земля, да. Я представляю, люди, действительно, зимой, вот в этот период, до зимней, приезжая, у них такое впечатление создается. Место интересное, потому что сейчас, как оно называется, опять-таки. Ты имеешь в виду, Куке? А, Нэнг Хмау. Нэнг Хмау. Ну, можно эти названия не запоминать, потому что никакого отношения к оригиналам они не имеют. Ну, вот напротив был храм, вообще, храм из пяти башен. Храм пять. Храм пять. Храм пять или храм пяти, да, условно переводить его. И все. Как они видели, так это... То есть, названия нужны чисто для ориентирования на местности, да, чтобы... Да, да, да. Ну, чтобы как-то люди, может, кто-то поедут, знаешь, по нашим следам и вместе... Ну, здесь вообще все очень просто. Просто дорога имеет, ну, такую форму вытянутого кольца. Вы едете по кругу, каждый храм обозначен, стоит табличка, можете у каждого останавливать, в каждой табличке идти, рассматривать. Но тогда вам нужно целый день запланировать для этого посещения, потому что... Ну, во-первых, сюда ехать два часа. То есть, выезжать надо... Рано? Ну, рано. Мы вот в восемь выехали, это не рано, я вам скажу. Да. Мы просто поспать хотели. Вот. А так можно и в шесть утра выезжать, это будет лучше даже, если вы легко встаете. Вот. Значит, что дальше? Дальше едете по этим табличкам. Если вам реально хочется посмотреть много храмов, просто у каждой останавливайтесь и едете. На середине пути у вас будет вот эта вот пирамида. И там же можно как раз и поесть. Там же мы и пообедаем, это... В этом плане... Все есть, все есть, да. С классной водичкой и все прочее. Ну, это здорово. Пойдемте уже. Пойдемте, да. Дальше, потому что... Надо пообедать звучит очень... Ой, до обеда еще долго. Да я шучу. Так, ну все, мы возвращаемся в машину и поедем дальше. Так, мы остановились у одного совсем непримечательного храма. Вот. А с нее связана тоже история интересная. Здесь когда-то стояла гигантская статуя Ганеши, но потом она в буре гражданской войны, да, которая не так давно здесь закончилась, она пропала и находится сейчас в какой-то из частных коллекций. То есть не разрушили, а продали, увезли. Еще украли, ее украли, да. Вот там вот, видишь, как раз она изображена. Конечно, сидящий, полуслон, получеловек. В 60-е годы он еще здесь был, а потом уже... А я сейчас что-то иду. Просадбак, да, у нас? Да. Вот, ну... Но они найдены у кого, да? Нет, нет, это пока еще ищут следователи там и так далее. Ага, ищут пожарные, ищут милиции. А тут интересно, по-кмерски написано, а не номера телефонов. Интересно, что здесь написано, можно, конечно, спросить. Типа, если вдруг вы встретите... Если вдруг вы встретите подобное, увидите, то, пожалуйста, сообщите, поэтому... Ну, это лучше писать по-английски тогда, если это так. Ну, вряд ли нет, конечно. Здесь даже много очень разграблено, и много прятки до сих пор еще от глаз скрытых. Вот в частной коллекции... Очень много, да. Вообще никто не поможет. Конечно, а как? Если человек это покажет, то у него тут же это конфискуют. Вот в чем дело-то. Все же знают, что это украдено. Но это же было не только в Европу. В период гражданской войны как раз здесь красных миров это в Америку уходило. В Америку, да. Нет, почему в Европу? Нет, в Китае нет. Ну, я не слышал ничего про Китай. Не знаю. Я не буду врать, но никогда не слышал, чтобы китайцы что-то здесь крали. А вот именно французы, американцы, американцы особенно, на время гражданской войны, сотрудничая с красными кхмерами, вывозили отсюда все, что недовывезли до них. Сотрудничали, скооперировались. Американцы сотрудничали, да, с красными кхмерами. Но это такая история всем известная. Если кому неизвестно, погуглите там. Тайных никаких нет. Опять, ну вот, опять у нас монолитище гигантский в основании. Это мы их и сломаем, что у нас, они же даже не треснули. Да. Вопрос о хорошем камне. Потому что такой блок, он, там ведь нет армирования, это же природный блок. Ну вот опять замки чудесные. Вот здесь, получается, внутри стояла статуя Ганеши. Да. Здесь стояла статуя Ганеши. Здесь никогда ничего нет. Все куда-то ушло. Вот тут еще похожий механизм зерной добавлялся. А, а сюда? Вот засып на высоте около двух с половиной метров. Мы понимаем, что в каждом блоке, каждый блок... А, он где-то заканчивается. Вот портал, вот портал, вот, в конеатке. А портал, который мы видели в Ангулу или... Давайте... Пойдем чуть дальше. Да, это остатки стен. Остатки стен из лотерита. Все это тоже, видите, развалилось. Ну, может быть, благодаря деревьям. Думаю, вы уже поняли, что деревья вносят значительный вклад в разрушение этих памятников. Ну, либо в формирование нового ландшафта. Это, да, это как посмотреть. Потому что храмы, опутанные корнями, производят неизгладимое впечатление. Да, здесь было очень много мин. А сейчас считается, что вроде бы как территория разминирована. Совсем недавно она была полностью разминирована. Но, знаете, ведь лучше все-таки не сходить с тропинок. Потому что случаи всякие бывают. И туристы иногда наступают на мины и теряют конечности. Тоже погуглите, много интересных случаев можно найти. Поэтому я, например, стараюсь все-таки с тропинок не сходить. Не всегда это получается, потому что не все интересные вещи доступны с использованием тропинок. Вот такая. Так, ну что, мы тогда поедем дальше. И скоро я опять включусь. Так, продолжаем. Продолжаем нашу экспедицию по Куке. И сейчас мы приехали в Красный храм. Так переводится его название с Кахмерского. Ну, тут все простота. Пять башен. Пять храм. Красный, кирпич красный. Красный храм. Это не из-за дороги. Это из-за самого просто кирпича. Да, он кирпичный. И поэтому красный. Посмотрим, удивит ли он нас чем-нибудь. Как предыдущие храмы. О, покосилось, кстати. Смотри, башен кота. Конструкция поплыла, на две части расходится. А, ну это потому, что да, он расходится на две части. Там уж дерево росло. Да, это скорее всего. Потому что впечатление, что вот там, в центральной этой части, как раз росло дерево. Да. Основания никакого не видно. Оно есть, конечно. Но есть, но вся платформа, она выше гораздо. То есть там понижение ландшафт придет. Соответственно, эта платформа вся была формена. И платформы мы встречаем зачастую более качественные, чем наземные сооружения. Ну как зачастую? Мы всегда, всегда, всегда платформа качественнее. Они металитичные, как минимум. Корень тут рос. Да, корень, конечно. Корень рос, корень убрали. То есть это дерево, которое здесь его... Может, и сберегло. А не только разрушило, может, и сберегло. Может, и сберегло. Мы не наблюдаем. Кирпичи, опять скажут, кирпичи, правда, они несколько. Они, как пишут, как пишут трех, типа размеров. Они очень тяжелые, очень плотные. А такие, внешний вид, кажется, что они такие легкие. Вон капители, как проработанные, да? Да, да. Этих пилястр. Двери везде. Увы, здесь больше гораздо. Мы видели маленькие очень пятички. Да. Так они разные везде. Они тут разные, правда. Они везде разные. Вот тут же толстые. Да, да, да. Но это все равно пишут стандартизированные. Пишут абсолютно, да, стандартизированные. То есть тут были строгие строительные стандарты. Ну, иначе бы все это не стояло до сих пор, если бы их не было. И раствор они не накидывали. Раствор там... Ну, вот до сих пор считается, что его состав не изучен. Хотя кое-какие компоненты удалось выяснить. Они растительного происхождения все. Вон какая, тоже гладенькая. А, нет, тут немножко уже временем покоцанная. Ну, здесь, конечно, время, такая эрозика. Да. Улиток очень много, можно собирать их и есть. А вот это, по-моему, это все часть иони. Может быть, да. Потому что внутри-то ничего нет, кроме следов засыпа. Вот они. Вот он, как выглядит засып. Видите, верхняя часть обрушилась, а потом это было засыпано. Странно. Очень живописно. Главное, чтобы тут змея не было. Потому что место прохладное. И я не хочу с ней встретиться. Вот такой вот засыпчик. Вот это уровень моих глаз. И вот поднимаемся наверх. Опа. Видите, тут два с половиной метра где-то. Да, обо всем. А минных полях. А минных полях. О том, как это... Два с половиной метра засып. О змеях. О всем хорошем, да? О катастрофах древмировых, уничтоживших цивилизации целые. Дверная коробка не доработана. Она вот... В рельеф... Здесь у нас... Здесь у нас тоже не начали делать. Не начали делать. А тут начали, но чуть не начинали, потому что все это не из-за эрозии кривое. Очень криво, очень криво. Прям вообще вот очень криво. Ух ты, это что? Это рухнуло сюда? Это сначала рухнуло, а потом уже был засып. А потом был засып. Сементировало сверху, Леша. Да. То есть оно не могло же внутри. Вот оно прям сементировало. Оно до сих пор почему не развалилось, потому что все это скрепилось. Какое место интересное, показательное. Вот эта масса, но она пылеобразная. Ради бога, на себя вот это все сейчас не оброшь. Да нет. Не-не-не, оно очень хорошо скреплено. Ух ты. Ну это... Засып был сильно позднее. Прям уже в человеческом... Ну конечно позднее. Вот этот храм прямое доказательство. Он совпал, он совпал. Во-первых, он сам по себе в худшем качестве весь. Да. Видно, что тут все абсолютно нехорошее. Единственное, я вот там нашел следик. Еще раз вам хочу показать. Потому что в моем... След динозавра, надеюсь. Знаешь, в сожалению, в моем мнении, что он открыл инфермент. Ага. Я думаю, что он оригинальный. Сейчас объясню почему. Вот, я уже показывал зрителям. Вот смотрите. Я вот про вот это говорю. Вот это ты потрогай. Оно немножко ребристое. Ребристое, да. И у нас сохранилась грань со всех сторон. То есть он где-то засыпан был. Это не кто-то сейчас нанес, наскоблил. Потому что сто лет наскобли здесь, а белым и останется. Вот оно физически ощущается. Когда пальцы... Вот это Йони, наверное, был. Ну да, похоже, что это Йони из храма. Из храма он разбит, его вынули. Или на него рухнуло вот это все. Могли ведь выкопать, это же копатели, наверное, уже черные до этого. Скорее всего, копатели, потому что они крали же все, что можно найти. А там могли быть и статуи целые, да, сохранишиеся. Есть какой-то золотишко. Лингам. Лингам. Ценная вещь, которую тоже продают не в музее, в частные коллекции в основном. Частные коллекции, да. Ну сейчас ты, ну даже в середине 20-го века в музее продать что-то украденное было уже сложно. Уже знаешь. А частные, да. А частники, конечно, хранят это все в подвалах. Вот они что сидят, ну сидишь ты на этом лингами. Мне вот интересно. Сидишь ты на этом лингами. Дальше что? Показать ты его можешь ужайшему. Можешь вообще только там наследникам сообщить перед смертью, что где-то там спрятано в тайных комнатах. Дальше ты что с ним делаешь? Это люди уроды, господи. Даже нет смысла обсуждать нам их мотивацию, не понять. Другая мотивация, конечно, да. Да. Согласен. Места колоритные. Места отличаются от нижней части Комбоджи, от Анкора. И по ландшафту, и по какому-то ощущению. Ну вполне даже комфортно. Когда говорят, что здесь вот это вот... Жутко. И птицы, главное, они поют. Здесь птицы не поют. На самом деле поют. Ну, может быть, их не так много сейчас, но жарко же. Да, конечно, жара. Такую жару петь-то не очень хочется. И жары, и нет ни дождей, ни влажности. Все уже подсохло. Червячков-то тоже никого нет. Здорово. До встречи на Куб-канале Забытые Руины. Добавляйтесь к Алексею на канал Мир Наблюдечки. И в наш телеграм. Также не забывайте приобрести книги. Леш, давай поясним, пока подошли. Это у нас обозначение минного поля. Это вот стартовая точка, да, обозначены координаты, где они начали. А тут уже по-кмерски написано что-то, да. Здесь все стерлось уже. Это очень старый вариант обозначения минных полей. Сейчас новые стенды стоят везде, потому что мин здесь была тьма. И я сам видел этих саперов, или как их назвать, искателей мин, да. В 2013 году. Да. В 2013 году в этих храмах еще искали мины. Понял. Частично. Посмотрите, я на одну минуту взял короткий. Ага. Такая красная линия. Так, ну все, тогда, значит, едем дальше. Едем дальше.